поскольку у нас такой будет прыгающий режим, то на экран, то на доску, на которую сейчас там настроено что-то, как я понимаю, то меня вы сейчас видеть не будете, но это не страшно. Голос мой слышен и экран виден. Это главное. Итак, мы сегодня сделаем некий такой небольшой прыжок. Сейчас я расскажу, какой, с тем, чтобы успеть уложиться в отведенные нам временные ресурсы в течение этого семестра. Я сейчас немножко пролистну, покажу. Я опущу вот этот раздел, ну как отдельный, он важный, мы говорили об этом в прошлом и позапрошлый раз. Четвертая лекция. Нормативный критерий деформативности и прочности и устойчивости. Это можно посмотреть и мы об этом говорили в нормативной литературе, ну как действующей, так и там, скажем, российской, европейской, американской, да. Посмотреть, в чем эти нормативные критерии состоят для формативности, прочности и устойчивости, с чем мы должны сравнивать результаты наших расчетов, да, то есть параметры напряженного формирования наше состояние для того, чтобы действительно наши конструкции, элементы нашей конструкции, элементы основания, удовлетворив этим критериям, можно было считать, ну вот, безопасными, да, с точки зрения вот наших критерий безопасности. Значит, повторяю, это такое нормативное поле, ну такое, я бы сказал, сильно бюрократизированное, так сказать, и в законодательном смысле тоже, в значительной степени и поэтому тоже оно очень консервативное, да, я уже тоже говорил, помните мою критику насчет того, что если в других отраслях, ну в других направлениях это касается нагрузок воздействия, особенно касается моделей поведения, и будет касаться того, о чем мы будем говорить сегодня по методам, алгоритмам и программам, прогресс в последние десятилетия был такой, ну, очень впечатляющий, местами даже поразительный, трудно даже вообразимый, то вот в этой области, в области нормативных критериев деформативности, прочности и устойчивости как раз, как бы, все очень тихо и спокойно, да, как это в одной песенке пелось, а на кладбище все спокойненько, да. Да, за последние 30-40-50 лет практически никакого значимого прогресса в области, вот как бы, нормативных оценок тех самых параметров напряженно-деформированного состояния, да, это, ну, практически не произошло, то есть мы пользуемся, питаемся соками, результатами, которые были получены, там, 50-60-70 лет тому назад. Хорошо ли это или плохо? Ну, с одной стороны, консерватизм не всегда плохо, да, это, по крайней мере, лучше, чем необдуманный феносизм, да, но с другой стороны, конечно же, это не здорово, потому что, повторяю, снежные области, которые, собственно, позволяют получать те результаты, которые мы сравниваем с этими нормативными критериями, да, они, повторяю, претерпели значительный прогресс, а здесь его не было, да. Опять же, говорю это вам за тем, вы у нас, так сказать, повторяю, без 5-10 минут научные сотрудники-магистранты, да, чтобы вы это намотали на уст, да, возможно, кто-то из вас, ну, или по-вашему, так сказать, наущению кто-то, да, ну, решит, так сказать, внести свой вклад в исправление этого безобразного положения дел, потому что, ну, вот как, оно не меняется, да, оно не меняется. Так вот, мы не будем об этом говорить, потому что, ну, во-первых, это печально, во-вторых, говорить особо не о чем, надо смотреть нормативную литературу, да, ну, и книжки, которые эту литературу описывают, мы их тоже показывали, эти книжки, ну, европейские и наши. А говорить мы будем сегодня именно о той области, в которой мы больше всего преуспели, ну, мы, я имею в виду и сообщество, и мы, как его значительная часть. Алло. Вы знаете, у меня сейчас лекция, давайте я перезвоню вам, или вы мне через полтора часа, хорошо? Пожалуйста, да, все доброе. Вот стоит мне начать говорить про науку, и мне тут же звонят научные сотрудники, да, вот как это, что-то такое, в атмосфере есть, поведомо, да? Так вот, мы будем говорить о том, где действительно достигнут впечатляющий, более чем впечатляющий прогресс, плодами которого мы, ну, и вы тоже, я надеюсь, будете пользоваться, да, и где действительно есть о чем сказать, рассказать, продискутировать, да, чем мы сегодня будем заниматься. Может быть, сегодня, может быть, не только сегодня. Тут есть такой интересный тоже исторический дискурс. Вы так, не пугайтесь, когда я буду такие слова произносить, да, время от времени я это делаю, чтобы взбодрить себя и вас, да, там, дискурс имманентно присущий, значит, амбивалентный, ну и так далее. То есть вы можете заглядывать во всякие там справочники, в том числе философские, это неплохо развивается. Так вот, может быть, на этой лекции только, может быть, я захвачу, как это было принято следующее, но если вы зайдете на наш сайт, ну, в стадию я имею в виду, да, то вы увидите, что вот аналогичную лекцию, ну, аналогичную тему, точнее, да, я читал тоже для пермского, для магистранта пермского политеха 6 лет тому назад, ровно 6 лет тому назад. Ну, если кому интересно сделать такой сравнительный анализ, мне тоже это интересно, да, как выглядела эта лекция тогда, и как она будет выглядеть, о чем я буду говорить сегодня, ну, и, может быть, на следующей лекции, да, вот я хотел бы более внимательно отнестись к этой теме. Итак, что это за тема, да, вот она тут выделена, жирным тонированным курсивом, это базовые методы, алгоритмы и программные комплексы численно моделирования нагрузок и воздействий, напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости, оснований и конструкций при нормативно регламентированных сочетаниях нагрузок и воздействий на значимых этапах жизненного цикла зданий и сооружений. Видите, какое длинное название. Ну, опять же, я уже говорил, тем из вас, кто научится без запинки вот примерно то же самое произносить, не глядя на подсказки, ну, им гарантирован там лишний балл, ну, и, безусловно, привилегированное положение в профессиональном сообществе, да, не все состояния это произнести за один раз. Нужно это или нет произносить, мы с вами еще сегодня поговорим и посмотрим, да. Ну, вот вы видите, тут такую красивую картинку, я намеренно вас как бы так на нее, так сказать, ориентирую, чтобы вы на нее запали, но я сейчас о ней говорить не буду, да, это вот как раз те самые программные комплексы, которые сидят на хвосте, то есть на хвосте тех самых базовых методов, алгоритмов, да, вот. И помните, мы говорили, для того, чтобы грамотно, толково, осмысленно, что самое важное, да, пользоваться любым программным комплексом, надо понимать, что лежит в основе этих программных комплексов, да, а там много еще в них основе лежит, мы сейчас об этом будем сегодня говорить. Вот, если вы не хотите уподобиться вот таким дикарям, да, вот, которые там с ядерным оружием, или тем кнопкодавам, да, о которых я вот презрительно говорю как кнопкодавам, да, которые нажимают кнопки и думают, что они там что-то получают. Нет. Поэтому, вот, как бы мы к этому сегодня придем, сегодня или на следующем занятии, я сейчас не буду давать, значит, какое-то, какие-то обещания или там хрон-бланш, мы к этому придем, какие программные комплексы, в каких случаях, в чем их преимущества, недостатки, но для того, чтобы понимать вот все то, о чем я сказал, применительно к этим программным комплексам, да, надо понимать, что в их основе лежит. А в их основе лежит примерно одно и то же, да, вовсе. Почему мы можем так говорить? Потому что все эти программы реализуют, ну, сегодня, по крайней мере, точно это можно сказать, очень схожие подходы. Да, они могут быть разнопрограммно реализованы, в разных средах, естественно, с разным интерфейсом, естественно, пользовательскими интерфейсами, естественно, могут быть какие-то, так сказать, частные отличия друг от друга, да, ну и, безусловно, в разных категориях они могут обладать разными вычислительными мощностями, да, так скажем, то есть решать задачи разной размерности и сложности, но в целом подход, повторяю, похожий. Если мы говорим о задачах, ну, в данном случае, механики деформированного твердого тела, задачи вычислительной механики, которые определяют параметры напряженного деформированного состояния, динамики, устойчивости и прочность. Но мы сегодня увидим, что есть и другие программы, ну и, соответственно, другие методы, алгоритмы, да, которые реализуют эти программы, но об этом впереди. Вот сейчас мой молодой коллега, который, три месяца назад защитил у вас там кандидатскую диссертацию в Пермском политехе, настроить, да, или не настроить? Пора? Да, я сказал, что пора. Настроить так, чтобы мы, так сказать, перешли к доске и вы уже видели, что происходит у доски, да. Так, меня видно или нет сейчас? Какую часть организма? Главное, чтобы вы видели мою руку и, так сказать, то, что я пишу на доске. Так видно? Да. Отлично. А, вот, да. Да, теперь даже я себя веду. На какое-то разбаяние личности сейчас. Значит, вы спросите, почему я сегодня в пиджаке? А, по-русски, почему-то курсируется. Почему я в пиджаке и даже, видите, со значком Российская Академия Экспорта и Динфа? Как вы думаете, почему так вдруг, такой... Вы выступали. Выступал. Нет, выступать я буду послезавтра там. А пока нет. Пока перед вами выступаю. Какие? Принимали, цепей. Нет. Обычно я принимаю людей в майке вообще. То есть люди привыкли к этому, да? Если я одену пиджак, они испугаются там вообще. Я не знаю, что с ним произойдет. Вот видите, Александр подтверждает. Майки там, в шортах, ну как-то так, как принято в нормальных научных средах там, не знаю, где-то там в силиконовой долине, в сколково, там так все ходят, в шлепанцах. Почему? Тест на сообразительность. Почему? Я вдруг так одел. Еще не в ресторан. В ресторан все не иду. Да, с ним. Хотелось бы, но нет. Еще не заработал. Еще не заработала. Вот расценки о чтении лекции очень низкие. Вот скажите вашему ректору, что просто это не дает возможности преподавателям ходить в ресторан. Только фастфуд. А в фастфуде, опять же, нормально, в майке и со всем остальным. Нет, все гораздо проще. В Москве сегодня очень холодно. То есть вчера был как бы рекордный, так сказать, ночью, ну, вернее, вечером шел снег, да. А поскольку я живу на даче, я вот так приоделся немножко, да. Мне так прохладно. Как у вас так в Перми? Холдно? Сегодня холодно. Наташа уже всем не ухватил. Ну вот видите, у нас с вами как-то так противофазия. Ну ничего, я думаю, что ближе к январе, к январе там холмно будет мидия. Итак, возвращаясь к нашей теме, базовые методы, алгоритмы, ну и там на хвосте поговорим о программах, повторяю, сегодня или в следующий раз. Итак, какие же, когда мы говорим о базовых методах расчета, да, или, так сказать, базовые методы анализа, значит, нагрузок воздействия, напряженно-деформированного состояния, что это за метод? Ну давайте мы начнем все-таки с нашей традиционной механики деформируемого твердого тела, ну или механики конструкции, как угодно, да, там, строительной механики, вот всего того, что описывает напряженно-деформированное состояние, динамику, устойчивость, прочность, ну и, в конечном итоге, безопасность, да, вот наших строительных конструкций и основных. Итак, базовые методы. Вот, опять же, можно проследить, как происходит трансформация, да, когда я был примерно вашего возраста, ну даже, наверное, помоложе, у меня был каллиграфический почерк, каллиграфический, то есть просто, это не потому, что я там старался, да, он просто такой был. Вот, посмотрите, во что он превратился. Это результат того, что последние 30 с лишним лет я не пишу ничего, все в компьютере, да, вот, вот, как бы атрофировалось это. Поэтому я использую вот этот повод у доски, да, чтобы немножко все-таки вспомнить, как это писать рукой, да, так что прошу меня извинить, если это будет выглядеть не слишком презентабельно. Итак, ну, мы с вами, так сказать, когда рассматриваем методы, алгоритмы, программы в том числе, мы живем в поле абсолютной честной конкуренции, да, абсолютно честной. То есть тут нет каких-нибудь начальников, там, каких-нибудь чиновников, да, которые там что-то написали левой рукой там или правой ногой, да, что вот принять там, что вот это самое главное, да. Или вот только так и никак иначе. Мы их всех презираем, просто презираем. Это жалкие и ничтожные люди, как говорил известный персонаж, да, Ильфа Ильфа Петрова, Михаил Смельевич, Коняковский его звали, да. Жалкие и ничтожные люди. То есть здесь происходит естественный отбор, естественный. Ну, как там, Дарли у нас учат. То есть выживают, выплывают наверх те, кто действительно доказывают, я говорю в данном случае о методах, доказывают свои преимущества. Вот я в такой примерной, в такой последовательности буду показывать вам эти методы. Не потому что они самые старые, да, не потому что, повторяю, за ними столетние истории, есть и такие методы, вот. А вот те методы, которые, ну, вот на сегодняшний момент доминируют. Но доминируют заслуженно, да, не потому что их кто-то назначил. Итак, первое. Метод конечных элементов, да. Ну, сокращение большими буквами по-русски это МКМ, да, метод конечных элементов. По-английски, ну, собственно, первоначально было английской, да. Final Element Method. Уже на протяжении, там, ну, трех, наверное, может быть и четырех уже, мне даже сложно как-то это представить, десятилетий последних, он, безусловно, лидер. Он, безусловно, лидер. И вот не случайно, что во всех тех программах, которыми вы пользуетесь, о которых мы будем говорить сегодня или в следующий раз, ну, таких известных, да, разных категорий, именно метод конечных элементов, ну, в той или иной форме, да, этого метода. Это тоже целая такая гроздь, целый спектр методов, на самом деле, под этим названием, который угнездился, да. Так вот, метод конечных элементов реализован в том или ином виде во всех этих программных комплексах. Это говорит о том, что вот метод конечных элементов где-то во второй половине, ну, даже в третьей-треке, да, так скажем, да, или там четвертой-четверти прошлого века выиграл вот эту историческую гонку, да, гонку между разными методами, значит, методами, как правило, дискретными, да, решения задач вот строительной механики, скажем так. Ну, понятное дело, мы уже об этом говорили, еще раз скажу, что такие простые аналитические методы, да, которые были в ходу, там, 100 лет назад, там, 50 лет назад, и которые, естественно, требовали от тех, кто ими пользовалась, там, высокого лба, знания, там, скажем, методов решения систем дифференциальных уравнений, там, интегра дифференциальных уравнений, то есть это были, так сказать, во многом такие расчетчики математики, да, одновременно. Так вот, когда мы уже переходим к более сложным системам и моделируем их как бы в лоб, да, ну, то есть пытаемся ничего не упростить, да, высотное здание, значит, высотное здание. Два высотных здания на одном подиуме все, значит, все вместе, потому что взаимное влияние. Какой-то там сложнейший там пространственный стадион, борец спорта, покрытие, чего бы то ни было, да, опять же, в прямом виде со всеми самыми, так сказать, детальными элементами, да. Так вот, как только мы переходим к такому, значит, к такой парадигме, да, к такому, так сказать, реалистичному описанию и геометрии, и свойств, ну, и стало быть, и напряженно деформировано состояние системы, да, без упрощения каких-то таких серьезных, то здесь у нас все методы вынуждены дискретно. Мы можем только вот так численно дискретно, да, разбивая нашу систему на какие-то элементы, можем вот такую систему как бы рассмотреть, ну, и, соответственно, решить, определить там все основные параметры. Так вот, на протяжении, повторяю, последних 40, может быть, даже и 50 лет, метод конечных элементов вышел на первое место, и это место безраздельно занимает на протяжении вот этих нескольких десятилетий. Повторяю, свидетельством этого является то, что именно он, именно этот метод конечных элементов, реализован вот во всех этих программных комплексах, да, но сколько-нибудь известно. Ну, мы еще потом скажем, хорошо это или плохо, навечно ли это, да, ну, типа, вот вы сейчас изучите метод конечных элементов, там, ляжете в кресло, да, и будете паразитировать всю оставшуюся жизнь, вот. Ну, для вас это плохо, понятно, да, наверное, для окружающих не очень хорошо, а вот вы как бы сможете до конца жизни паразитировать на знание метода или нет? Тоже интересный вопрос. Наверное, те, кто лет 50 назад вот таким образом как бы освоил какой-то другой метод, не метод конечных элементов, тоже, наверное, думал, что до конца жизни хватит ему. Вот, видите, ошибался. Итак, метод конечных элементов. Мы, разумеется, еще будем говорить об этом методе, да, применительно вот как раз к самому методу, к алгоритмам, ну, и к программным реализациям тоже, да. Почему, часто задают вопрос, хотя я на него уже ответил, а почему же этот метод вот эту историческую гонку выиграл на сегодняшний момент, да, в других методах, о которых мы будем говорить чуть позже, да. Упомянем, не будем подробно, но упомянем, да. Ровно потому, что он не просто в наибольшей степени отвечал, а я бы даже сказал предвосхитил и во многом определил тенденцию в развитии наших расчетных моделей, ну, и методов тоже расчетов, да. То есть позволяет делать то, что не позволяет других. То есть не накладывать сколько-нибудь серьезных ограничений на вид конструкции, их там комплексность, да, их взаимодействие с основанием, учета видов нелинейности различных, да, динамики, ну, пространственного характера работы, о которой я говорю, да. То есть он наиболее оказался универсальным, да, из всех методов, и при этом хорошо алгоритмизированным и реализуемым в программных комплексах, да. То есть, по сути, мы с помощью этого метода можем сегодня, ну, я отчасти это, может быть, показывал, буду показывать еще, можем моделировать и анализировать с той степени подробности, как нам это сегодня необходимо, а нам необходима степень этой подробности, да, произвольные, пространственные, линейные и нелинейные, статические и динамические системы, да. Разумеется, все, что я говорю, касается отнюдь не только строительной конструкции. Более того, строительные конструкции, они как бы всегда шли, сейчас не будем говорить хорошо это или правильно, или плохо, да, они шли как бы во втором эшелоне, да, всегда впереди шли, понятно, какие отрасли, самые высокотехнологичные отрасли машиностроения, где цена вопроса, да, вот точность, скорость, вычислительная мощь всегда были на первом месте. Ну, понятно, да, если вы запускаете какой-то спутник, космический корабль, ну, или самолет, там, да, моделируете и делаете, там каждый грамм на вес золота, да, лишний, надо соптимизировать, и для этого нужно действительно иметь такой мощный, точный аппарат, инструментарий. Ну, а в строительстве, там, лишний килограмм, там, или лишняя тонна, там, ну, кого на особо волнует, да, ну, не особо, хотя это не всегда так, не всегда это правильно. Поэтому строительство, даже такое передовое строительство, как гидротехническое, атомное, там, да, морсты, туннели, оно все-таки немножко, так сказать, вторым эшелоном шло, да, то есть впереди шли вот эти вот такие высокотехнологические машиностроительные отрасли. Поэтому неудивительно, кстати, да, мы об этом будем говорить и показывать дальше, что такие лидеры современные, да, универсального программного обеспечения, конечно, элементного, да, они выходцы ровно из этих отраслей. Ну, то есть, прежде всего, они обеспечивали и сегодня обеспечивают вот такие передовые машиностроительные отрасли. Ну, сегодня не только машиностроительные, сюда, конечно же, уже пришли и отрасли, там, биомедицины, да, и всякие, там, нанотехнологии и прочее, прочее, да. Вот, но прежде всего, как бы, исток этого машиностроения, такое точное, да, точное, в котором вопросы оптимизации, да, так сказать, минимизации весовых характеристик, там, максимизации прочностных, они всегда были актуальны, да. Итак, нет конечных элементов. Ну, так, если говорить о литературе и там, о языке, то здесь используются также производные от НКН, ну, например, вот, конечные элементные модели, сокращенно в России, да, пишется вот так, конечные элементы КЭМ, да, ну, или, если надо написать так, КЭ модели, там, например, да, ну, кстати говоря, когда это пишут, когда это пишут, ну, как бы, одним словом, да, конечные элементы, тоже в России сегодня существуют, ну, они, как бы, равновесные, да, так сказать, по употреблению и не ошибочные ни одной из них, да, слово конечные элементы, кто-то пишет через дефис, конечно, дефис элементы, да, а вот я уже лет сорок пишу это с ритмом, да, конечные элементы одним словом, ну, как бы, и так, и так, просто, просто, как бы, плохо, когда в одном тексте, ну, или, там, в одной диссертации используется и то, и другое, да, уж если вы там взялись, пишите одним способом. Итак, конечные элементы, нет конечных элементов. Повторяю, вот, мы, так сказать, его полюбили, да, как бы, являемся его приверженцами, как уже миллионы других, именно за его универсальность, да, то, что мы можем любую пространственную комбинированную систему, состоящую из разных элементов, да, из элементов, там, трехмерных, пластино-оболочек, балок стяжней, вант, каких-то, там, жестких связей, или, там, односторонних, мы можем все запихнуть в одну модель, конечно, элементную, и эту модель проанализировать. Вот это, как бы, то преимущество, из-за которого он вышел и пока находится на своем, вот, этом, значит, главенствующем месте. А, ну, тем не менее, не в порядке такого снисходительного, так сказать, да, похлопывания по плечу, все-таки упомянем и другие методы, да, и другие методы. Ну, вот, есть такой исторический первый, как раз, метод, который возник еще во времена Эйлера, метод конечных разностей, да. Повторяю, он возник очень давно, и это был способ первоначального решения систем, там, дифференциальных, интегральных сравнений. Тоже область билась на какие-то, там, ну, если одномерные, то на отрезки, если двумерные, то на какие-то ячейки. И, как правило, ну, квадратные, в лучшем случае, прямоугольные. Серьезное ограничение, да, этот метод, так сказать, ровно. В трехмерных, в трехмерных задачах были вообще большие проблемы, как их там решать методом конечных разностей, да. Тем не менее, это, повторяю, такой, как бы, старожил, да, такой старожил, я бы сказал, пионер. Пионер в области такой дискретизации, да, то есть, численного решения задач механики, да, вот реально. То есть, мы дискретизируем реальные, континуальные задачи, да. Вот метод конечных разностей. Ну, вы можете спросить, и будете правы в этом вопросе, а что, этот метод окончательно утратил свою, там, то есть, он остался в истории, да, на свалке, или там, я не знаю, где-то там, в основе всего остального. Ну, ответ такой, что, да, действительно, этот метод дал многое очень понимание, вот, как раз метод дискретизации, поскольку он был первый, да, там были такие лидеры, пионеры, и, так сказать, классики этого жанра, там, книжки соответствующие, там были, книжки я еще скажу чуть позже, но не только, но не только, потому что, если, когда мы посмотрим, например, на, а мы посмотрим сегодня на это, безусловно, да, на методы решения, например, задач динамики, причем на базе конечного элемента, на базе методов конечных элементов, то мы увидим, что практически повсеместно пространственную, значит, систему, да, дискретизируют с помощью методов конечных элементов, да, то есть, нашу область пространственную мы моделируем с помощью наборов конечных элементов, произвольных форм, там, свойств и так далее, которые соединяются вот в узлах этих конечных элементов модели. А по времени, если мы рассматриваем процесс по времени, это касается задач динамики, это касается задач теплопроводности или фильтрации, то есть нестационарных задач, мы, как правило, ну там 95% случаев не только можем, а используем и программные комплексы, которые также используют, старый добрый метод конечных разностей, то есть разностные схемы. Поэтому этот метод, он не просто заложил основу всех других методов дискретизации, вот как бы такое понятие ввел, что вот можно так решать дискретность системы, да, континуальной, он как бы сегодня, так сказать, дожил и как бы сохраняет свою позицию, вот, например, при интегрировании по времени, да, уравнений нестационарных или уравнений динамических, да, то есть он как бы вот такой вполне себе еще бодрячок в этой области, да. Итак, метод конечных разностей. Ну, понятно, что как бы в пространственных, так сказать, координатах он не конкурент методу конечных элементов, потому что, повторяю, очень много ограничений для того, чтобы его можно было грамотно, да, адекватно использовать, много ограничений на геометрию, на свойства материалов, вот, на форму, да, вот эту, так сказать, область, то есть мы не можем произвольную форму с помощью, конечно, разностной аппроксимации, правильно замоделировать. Третье. Метод граничных элементов. Вот видите, да? Ну, или по-английски boundary элемент метода. Ну, что можно сказать об этом методе? Этот метод очень популярен был и до сих пор, в общем-то, остается популярным в таких академических, профессорских, если угодно, да, в научно-исследовательских кругах. Популярен он потому, что он красив. Он красив математически, ну, и численно. Вот тут есть люди из нашей фирмы, которые мне возражают, но они меня не переубедят. Он красив, этот метод, да? Чем же он красив, спросите вы? Буквы вроде такие почти, что, да. А красив он тем, что он по своей сути таков, что на единицу, на единицу, да, снижает размерность решаемой задачи. То есть, если вы решаете объемную задачу, то вы можете покрыть вот этой сеткой граничных элементов поверхность, а всю внутренность изъять. И решать задачу только на этой поверхности. Вот тире, скажите вы, как-то такое возможно. И не надо ли за это платить какую-то непомерную плату? Если вы спросите именно так, вы будете правы. Да, за это надо платить плату. Ту плату, которую мы не платим в методе конечных элементов, которые мы не снижаем размеры. Мы прям честно, ну если хотите, тупо, да, убьем всю нашу область на конечные элементы. Ничего там они, так сказать, дополнительно не додумывают. Так вот, тут такое противоречие, да, противоречие. Ну, оно науке вообще, ну и вот в нашей механике часто бывает, да, что самые красивые решения, ну, как методы граничных элементов, да, не всегда самые эффективные. Хотя, казалось бы, снижая задачу на размерности, мы вообще можем себе позволить очень многое. А нет, снижая задачу на размерность, мы теряем очень важные, ну, в том числе, вычислительные свойства нашей системы, да. Мы об этом еще поговорим, применительно к методу конечных элементов, почему он такой вот мощный, да. Ну, в частности, потому, что он сохраняет очень важные для вычислительных алгоритмов свойства, такие как симметрия, положительная определенность, да, симметрия систем, да, который позволяет использовать мощнейшие алгоритмы решения, вот там, результирующих систем. В методе граничных элементов эти свойства теряются. То есть, мы их теряем как плата за то, что мы понизили размерность на единицу. Ну, так, в философском плане, если рассуждать, да. То есть, опять же, ничего не дается просто так, да, ничего просто так не дается. То есть, вот, да, снижаем на единицу, да, профессора очень рады, но на практике все говорят, а нафига Казе Баянов, зачем нам такая вещь, когда задачу намного меньше размерности, чем методы конечных элементов, намного меньше, да, потому что на единицу снизили. Мы будем решать в 10, в 100 раз дольше, потому что мы потеряли важные свойства, да, системы. То есть, важен результат, кто первый приходит к финишу, да. Не тот, кто первым там 10 метров пробежал, да, а кто правильно сохранил силы по дистанции. Вот соотношение методоконечных элементов, методограничных элементов. У методограничных элементов есть свои классики, есть там замечательные книжки, повторяю, с глубокой теорией, там Бэннерджи, Баттерфилд, в общем, в замечательной книжке читается прямо как такой полудетектив, да, хорошо написано, но вот из этой песни вот этого слова не выкинуешь. Итак, методограничных элементов. Вы спросите, а есть ли где-то кто, значит, этим занимает? Да, говорю вам и повторюсь, что на университетских кафедрах, да, вот там западных, например, восточных, есть такие любители, ну, профи, да, которые, ну, очень глубоко в этом деле разбираются и глубоко, так сказать, уходят здесь, да, в этом вопросе. Но, значит, не конкуренты пока, не конкуренты методограничных элементов, хотя 30-40 лет назад казалось, что не было столь очевидно, да, что методограничных элементов, эту историческую гонку за реального расчетчика, да, ну, который реализован в программном комплексе, да, что он выиграет методограничных элементов, не было такой уверенности. То есть, как бы, 40 лет назад, значит, я бы не мог сказать, да, что занимаясь методом граничных элементов, а я им занимался, да, ну, я буду впереди тех, кто занимается рядом со мной методом граничных элементов, да, это не было столь очевидно. Ну, вообще, когда мы занимаемся чем-то сегодня, мы уверенно не знаем, что будет завтра. Теперь я бы хотел, ну, чтобы, может быть, немножко закончить вот с такими градациями методов, да, базовых методов, сказать пару слов буквально, на большее у нас не будет время, о задачах уже не механики деформированного твердого тела, не задачах строительной механики, там, теории упругости, а сказать о механике жидкости и газа, да. Ну, хоть скоро мы говорим, что мы теперь занимаемся с вами, да, я этим занимаюсь лет 20, вот, в отличие от 45 занятий там механики деформированного твердого тела, лет 20 последнее занимаемся также, ну, с молодежью нашей, конечно, да, занимаемся механикой жидкости и газа, вычислительной механикой жидкости и газа, которая нам интересна не только сама по себе, а это очень интересно, очень тоже богатая область, да, вот, вы даже не можете нам себе представить, насколько она богатая, и насколько механика жидкости и газа пронизывает все, так сказать, поры, значит, природы, закономерности, ну, и нашей человеческой, да, ну, вот, например, взять наше, значит, где у нас у человека, так сказать, прямую можно сказать, что, как бы, это самая механика жидкости и газа, да, вот есть, где, как вы думаете, у человека. Ну, вот, костная система, это, наверное, механика деформируемого твердого тела, да, мускулы, там, кости, язык, еще чего там, да, нос, это вот можно все замоделировать и, как бы, посмотреть, как это реагирует на что-то, да, а где у нас механика жидкости и газа? В желудке, да, да, вот вы как-то к желудку ближе, да, в желудке, безусловно, там происходят всякие, ну, не слишком, наверное, такие приятные, но процессы, да, которые можно описать, такой связанный процесс, я бы сказал, и механики твердого тела, и механики жидкости и газа. Но то, без чего человек вообще ничто, вся кровеносная система, да, то есть сердце, там, вся кровеносная система, там, да, основные, там, сосуды, вспомогательные капилляры, это все в чистейшем виде механика жидкости, ну, и газ, который там тоже присутствует, да, то есть это благодатнейшее, сложнейшее, но благодатнейшее поле сегодняшней вычислительной механики, да, это вычислительная механика человека, ну, или любого там существа, в данном случае человека, который позволяет исследовать, да, что с ним происходит, не только, так сказать, в таком абстрактном, да, виде, но и в том числе позволяет замоделировать какие-то аномалии, да, какие-то патологии, и попытаться с помощью какой-то, какого-то вмешательства виртуального, математического уже, да, это дело вернуть какое-то приемлемое русло, да. Я вот намеренно вам об этом говорю, что это вроде далеко от нашей строительной отрасли, да, но надо понимать, что механика жидкости и газа, да, для задач строительства она прежде всего интересна, как задачи определения нагрузок и воздействий, да, о которых мы говорили, но в общечеловеческом смысле, в смысле там, ну, я имею в виду, науки, в предплатном смысле, да, конечно, она тоже в механике жидкости и газа, это и вычислительная механика современная, да, пронизывает практически все отрасли, да, знаний и, так сказать, приложений, практически все. Ну, сложно найти тех, которых ее бы не было, да. Так вот, у нас это нагрузки и воздействия. Ну, какие нагрузки и воздействия мы можем определять с помощью механики жидкости и газа? Ну, прежде всего, это вот, мы уже говорили об этом, да, во второй лекции, это ветровые нагрузки, да, ветровые нагрузки, да, ветровые нагрузки, с самой разной природы, то есть это может быть просто обычный ветер, это может быть ураган, это может быть торнадо или смерч, да, все это описывается с помощью уравнений механики жидкости и газа, ну, и, соответственно, методы, вычислительные методы, которые позволяют решить это уравнение для произвольных, опять же, трехмерных каких-то, так сказать, субстанций, да, областей тел или групп тел. Это задачи, ну, мы смотрим немножко на перспективу с вами, да, конечно, это задачи снегопереноса и снегоотложения, которые весьма актуальны, помните, мы говорили о снеговых нагрузках, о позоре современной науки, да, которая до сих пор не может такой вроде бы всем известную нагрузку, такое явление, как снегоперенос, снегоотложение, адекватно описать для поверхности произвольной формы, да, то есть мы сегодня во многом питаемся некими фантазмами, да, которыми нам выдают те, кто, ну, как бы сидят там рулят, да, это, повторяю, снеговые нагрузки и воздействия, и это всякого рода задачки, связанные там с пешеходной комфортностью, с аэродинамической неустойчивостью, там, колебания, да, и это задачи, связанные с переносом вредных выбросов, очень актуально для городских районов, да, то есть как выбросы, предположим, на каких-то заводах, ну, сейчас вот актуальна тема, там, мусорные свалки, например, да, там, кто-то лениво о них не говорит, или какие-то мусоросжигательные, да, как это все, так сказать, трансформируется, как это переносится в городские, не только в городские регионы, и как этим можно и нужно, как это можно и нужно анализировать, и как этим можно и нужно управлять, да, то есть это все очень важные, интересные, ну, целые области, ну, а сегодня, мы уже тоже говорили об этом, да, передовые страны, ну, такие, как Америка, там, Канада, Германия, уже, ну, показывая нам пример, мы тоже, так сказать, теоретически понимаем, как это, да, но пока у нас не хватает не столько мозгов, сколько ресурсов, да, так скажем, они могут, так сказать, продувать сегодня целые территории, целые регионы, да, целые регионы, то есть не просто уже пользоваться какими-то нормативными данными, что, ну, это такая-то местность, такой-то регион, и там, поэтому, такая-то скорость ветра на входе, нет, нет, значит, для каждого города, для каждого района города, для каждого микрорайона города, для каждого квартала, мы тем самым можем получать совершенно различные, дифференцированные, да, вот эти характеристики, ну, и тем самым точнее определять ситуацию, будь то ветровая, с загрязнениями или что-то еще. Итак, вот эта вот песнь или, там, гимн численным методом, он, безусловно, относится и вот к задаче механики для формирования твердого тела, потому что, конечно же, там, 50, там, 100 лет назад, но об этом никто помыслить не мог, что с такой точностью, да, в таких приближениях, с учетом, там, целого ряда, мною сегодня называемых факторов, да, можно будет вот решать такого рода задачи, да. Это опять вот тот прогресс, который идет реально, да, вот ни на словах, ни в виде лозунгов, там, никаких-то там биомтехнологий, ни каких-то там умных городов, там, ну, представления чиновников и начальников, да, это реальный прогресс с научной основой и научной начинкой, да. Ну, в данном случае, прежде всего, это современные численные, да, методы, алгоритмы и программы. Итак, когда мы говорим о механике жидкостей газа, ну, конечно, она шла тоже своим путем. Там был и метод конечных разностей, были другие подходы, были всякие аналогии. Естественно, там были не только численные математические, были и есть там труба аэродинамическая, например, да, вот, или гидродинамическая, если мы имеем дело с жидкостями. Но, вот если говорить о математическом моделировании, то, ну, неким таким своеобразным лидером или аналогом метода конечных элементов в механике деформированного твердого тела, в механике жидкостей газа является, ну, несколько, по-разному это трактуется, название, но, тем не менее, метод конечных, но не элементов, а объемов, МКО. Мы еще этого коснемся, безусловно, когда будем рассматривать и программы, и комплексы, и результаты вот нашего аэродинамического моделирования, да, математического, да, мы коснемся и покажем, ну, что это за конечный объем такой, чем он отличается от конечного элемента, он отличается, ну, иначе бы это назвали метод конечных элементов. Вы спросите, а можно ли использовать метод конечных элементов в задаче жидкости и газа? В отдельных случаях, да, в отдельных, да, но мы рассматриваем как бы общий случай, да, вот общий случай, когда вот именно жидкость и газ – это некая такая среда, которая занимает какую-то там, значит, полости, да, и которая может куда-то там, откуда-то вытекать, куда-то втекать, да, значит, производить какие-то воздействия, там при этом турболизироваться, да, пульсировать, ну, в общем, это самый-самый общий случай, скажем так, да, в механике жидкости и газа, вот не какой-то частный. В частных случаях, да, и метод конечных элементов можно использовать. Мы, может быть, даже посмотрим пару примеров, где так и используются метод конечных элементов. Итак, я подведу такой краткий итог, да, вот этой части, краткий итог, что вот сегодня безусловными лидерами, да, является метод конечных элементов, механика жидкости, механика, как формирование твердого тела, строительная механика, да, и метод конечных объемов, если мы говорим о математическом моделировании, ну, и, соответственно, методы решения задач для механики жидкости и газа. То есть, вот два лидера, которые, соответственно, реализованы в новых алгоритмах и в тех программных комплексах, о которых мы будем дальше тоже говорить. Вопросы есть пока? Пока нет. Пока нет. Хорошо, тогда мы немножко пойдем дальше. Ну, давайте я чуть-чуть расскажу, буквально чуть-чуть, не бойтесь. Я не собираюсь с собой прикрывать такую огромную тему, как метод конечных элементов. Это невозможно за, там, 10, там, 20-30 минут, да? Я вам сейчас дам две такие, ну, два-три ориентира. Назовем это так. Естественно, как всегда, это литература, да? Книга-источник знаний. Ну, или ереси, смотря что мне написано. Значит, у меня это есть в моих книжках. В 70, по-моему, это был 75-й год, я, собственно, был весьма далеко, учился в Московском генетическом институте на кафедре динамики и прочности машин. И, внимание, в той же самой кафедре, которая есть у вас в политехе, более того, ваше руководство, все, там, включая ректора, они как раз выпускники вот вашей кафедры. И по такой специальности и работают динамика и прочности машин. То есть, вот я учился на этой кафедре Московского генетического института, руководил кафедрой по известным ученым, в будущем академик и большой академии архитектуры и строительных наук, академик Болотин. Ну, у меня много книг, я, как бы, не буду сейчас о них говорить, где-то мы там, по-моему, даже коснемся чуть дальше, да? На этой кафедре, как бы, царствовало или там доминировали, были и такими гегемонами, аналитические методы, самые разные. Ну, понятно, на кончике пера формулы, система, методы решения, аналитические, да, конечно, требующие большого, то есть, умственного напряжения, знаний, вот, ну и определенных не только навыков, но и креатив, безусловно, да? То есть, численные методы был, по-моему, из пяти лет, шести лет, пяти с половиной лет. Один курс, ну, весьма такой, я бы сегодня сказал, поверхностный. В основном, там говорилось как раз о конечно-разностной схеме, да, вот на этом курсе вычислительной механики, да, конечно-разностной схеме. Я это к чему рассказываю, да? К тому, что я, может быть, и не стал бы заниматься вот этими чистыми методами, математическими моделировками, чистыми методами, программами, комплексами, вот расчетами таких супер-супер, значит, пупер систем, да, жуткой размерности по необходимости, да, если бы не случайность, не случайность, который, как я полагаю, был проявлением высшей законодательности. В 75-м году, это был, по-моему, какой-то пятый, да, еще не шестой, не в конце его, да, меня моя мама познакомила со своим однокашником, да, которым они заканчивали в 44-м году в Московский авиационный институт. Этот однокашник был к тому времени профессором Куйбышевского авиационного института. Ну, Куйбышев – это Самара, понимаете, да, то есть она была до Куйбышева Самары и после Куйбышева Самары, да, в новые термина российские. А Самара – это такой центр аэрокосмической промышленности, ну, и науки в России, да, один из известных. Там вот завод есть известный, да, который прогресс выпускает, в частности, космические грузовики. Поэтому не случайно, что там есть, был и есть авиационный институт, да, сейчас это, господи, университет аэрокосмический, один из ведущих в России. И он, когда, значит, мама меня с ним познакомила, и он поинтересовался, чем я занимаюсь, ну, я там с энтузиатом рассказывал о каких-то аналитических разработках, формулы, асимптотические зависимости, которые рисовались там на ватманах длиной, наверное, с эту стену, потому что там было очень много формул, да, и всякие там упрощения или там переходы, которые нужно было сделать. Меня это очень занимало, ну, было интересно. И он спросил, а знаю, Илья, что-либо о методе конечных ременов? 75-й год. Я, кстати, думал, что он сказал, что нет. А он мне сказал, и я раньше не знал. Ну, вот, говорит, вышла книжка, обращаю, Александр, твое внимание на эту книжку. Я полагаю, сказал профессор, что за этим методом будущее профессор стоит. И я эту книжку достал, уж не помню, каким образом. Она только-только, по-моему, вышла в Советском Союзе. Называлась она, вот так, автор назывался Зинкевич. Ну, на русском языке книжка вышла, да, уже переводная. То есть она в английском варианте, исходном, оригинальном, вышла раньше года, на два. Значит, Ольжик Зинкевич, это вообще такой натурализованный поляк, он из Польши, но всю свою сознательную профессиональную жизнь он преподавал, был профессором университета в Карлифе. Ну, это Уэльс, да, Великобритания. Книжка называлась так. И, собственно, называется сегодня она также. Метод конечных элементов в технике. Значит, Москва. Вот издательство не помню, помню, наука. Могуршеват, 1975 год. Книжка, когда я говорил вам о Анатолиевиче Перемутере, да, так сказать, нашем классике научно-технического жанра, который пишет технический бестселлер, да. Вот такой бестселлер был, да, бестселлер, который был описан одновременно и строгим, там, где это было необходимо, и доступным, прикладным инженерным языком, там, где это было также полезно. Вот такая книжка. И вот эта книжка, думаю, не только мое представление перевернула, но и, так сказать, многих других, ну, из тех, кто пошел потом, да, насчет того, есть ли будущее, каково оно, каковы перспективы, какова мощь этого метода для решения важнейших, в том числе прикладных задач, да, какой перспективы, какой потенциал, да, то есть это было бы, как такой глоток свежего воздуха, да, ну, или переходит в какую-то другую субстанцию, да, в другое состояние. Минуточка. Дим, у меня лекция, а у тебя? Хорошо. Обращаю ваше внимание, повторяю, книжка не потеряла ни минутки актуальности и сегодня. Ну, да, конечно, мы видим, что та размерность задач, повторяю, 75-й год, да, вы понимаете, это более 40 лет назад, почти полвека, да, конечно, сегодня то, что тогда казалось, ну, практически недостижимым, сегодня это общее место, да, это, как бы, любой там студент, сказать, одно левое делает, да, но основные принципы, да, изложенные, повторяю, доступным языком и в меру строгие, повторяю, математические, основные принципы, заложенные в основу метод конечных элементов и, как бы, в перспективе развития этого метода, ну, который потом реализовались, разумеется, да, вот, в этой книжке есть. Вот, обращаю ваше внимание, книжка эта, повторяю, хотя вроде бы раритетная, но, наверное, достать ее можно и, по крайней мере, мне кажется, она есть в интернете, это точно. Вот хочу сказать, что, ну, понятно, есть разные точки зрения, есть много книг, было и есть книг по методу конечных элементов. У ряда книг есть свои, там, значит, сторонники, есть свои ненавистники, ну, вот, для меня эта книжка вот такая была настольной и сохранила вот свою позицию такую, да, основополагающую. Ну, вообще, хорошие книжки, они не устаревают, такое у них свойство, да, если они написаны не просто, там, на злобу дня, а еще, так сказать, с определенной глубиной. Это касается не только научно-технических книг, да, вы понимаете, литературы касается, по сути, чего угодно. Вот, но эта книжка все-таки, она была такая более ориентирована на инженеров, назовем это так, ну, инженеров-исследователей. Ну, вот, динамики прочности, где вот у Болотина, да, там у меня в дипломе так и значилось, да, инженер-механик-исследователь, да, то есть мы как бы не просто инженеры, а вот мы такие как бы исследователи. Но надо сказать, что вообще все новое, ну, или большая часть нового, она, как не всегда, так гладко проходит, не всегда она признается современниками, да. Вот то же самое было в методе косметно-конечных элементов. Было, и как это ни странно, ну, в определенных таких лакунах, нишах науки, ну, математики в данном случае, осталось. Потому что и тогда, и позже, и даже сейчас есть такие группы математиков, весьма известных в рамке академиков. Ну, мы говорим сейчас про российских тоже, советских и российских, да. Она вообще отказывала методы конечных элементов праве на жизнь. Она говорила, что мы не знаем таких методов, он не обоснован. Это вообще частный случай метода конечных разностей, говорили они. Что такое метод конечных элементов? Это какое-то тлетворное влияние Запада. Ну, или что-то в этом дуке. И только в 1900, дай бог памяти, в 82-м или 85-м году появилась книжка, она тоже была перейдена на русский язык, опять же, советское время. Значит, Стрэнг, инициалов сейчас не назову, и Фикс. По-моему, это была первая книжка, в которой так и называлась «Теория методов конечных элементов», в которых уже была предпринята успешная попытка с помощью аппарата математики, такой уже рафинированной математики, не инженерно-прикладной математики, доказать все необходимые леммы, теоремы, существования, единственности, сходимости, ну и прочее, 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 что необходимо для того, чтобы этот метод занял достойное место в ряду других математически обоснованных методов. Вот это тоже такая сообразная классика. Повторяю, по-моему, 82-й год, но могу с годом немножко ошибиться, уже забыл. В издательстве то ли физмат-гис, то ли наука, опять же, ну, в одном из этих. Очень тоненькая книжка, в отличие от Зелькевича, ну, там раза в три-четыре тоньше ее, да, но с очень таким строгим математизированным изложением материала, да, вот того, о котором я говорил. Вот после выхода этой книги или приурочено это было, или совпало, я не знаю, количество вот этих, как бы, ортодоксов от математики, чистой, от высшей математики, которая отказывала методу конечных элементов в правильно самостоятельную, обоснованную, доказательную жизнь, вот, сильно поубавилось, да. То есть, как бы, вот эти критики, которые там еще в 70-е годы, их было очень много среди математиков, вот. Вот, ну, это уже стали такие, скорее, исключения из правил, да, такие фрики своеобразные, да, ну, которые говорят, нет, ну, все равно, там, типа, не верим, не хотим и не могут, да. Итак, это вот вторая такая сильная веха, да, на пути, вот, как бы, утверждения метода конечных элементов, на пути утверждения методов лентства в качестве самостоятельного, самодостаточного, да, и математически выверенного метода решения задач механики деформированного твердого текла. Ну, вы спросите, а что, не было вообще других книг по методу конечных элементов? Да уйма! Ну, я уж не говорю про публикации, всякие статьи, вот мы сами публиковали, у нас десятки статей было и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е годы, даже в период кризиса были эти статьи, да, ну, самых таких мощных кризисов, потому что то было время, когда каждый пытался что-то сделать там, да, свое, ну, понятно, перспективы были такие заманчивые, вот, ну, я вам здесь покажу, ну, очень условно, да, очень схематично, собственно, что является основой, да, основой метода конечных элементов, да. Ну, как это ни странно, значит, основой метода конечных элементов являются конечные элементы, да, поэтому он так и называется, но сам подход к формированию, значит, уравнений, да, метода конечных элементов, ну, которые уже потом набираются из этих конечных элементов, их в целом может быть два, их в целых может быть два, значит, самый такой общий, универсальный, назовем его так, подход, это вариационные принципы, да, то есть это как бы вывод метода конечных элементов из вариационных принципов задач механики, да, то есть минимизируя функционал энергии, ну, или там, так сказать, находя экстремум, да, функционал энергии, да, на дискретном множестве, мы можем получить истинную картину, да, можем получить истинную картину в состоянии нашего объекта. Это вот вариационный подход. Он самый общий, потому что он исходит из энергетических понятий, а не из каких-то локальных там, да, вот, но тем не менее, вот, значит, один из подходов формулировки вообще численных методов, ну, и метод конечных элементов, это подход через вариационные принципы, да, ну, самый такой метод конечных элементов перемещениях исходит из вариационного принципа Лагранджа минимизации потенциальной энергии, да, деформировки, ну, вот как бы на множестве там виртуальных перемещений мы ищем то, которое доставляет минимуму этому функционалу, и это истинное состояние, состояние равновесия, если мы говорим о задаче статики, да, второй подход, мы берем какие-то дифференциальные уравнения равновесия, уже как бы полученные, да, кем-то, да, до этого, да, и, значит, подставляем туда, значит, конечные элементы, дискретные формулировки, да, это менее общий подход, но тоже имеющий право на жизнь, но математически оговариваемы несколько другими допущениями, скажем так, ну, вот в частности, такого рода, как бы, рассуждения, выкладки и выводы есть там и у Зинкевича, есть и у Стренга-Фикса, ну, и у множества-множества других ученых, особенно работающих вот на грани там математики и механики, да, их много. Так вот, после того, как мы, значит, минимизировали на множестве там, значит, дискретных параметров, да, минимизировали функционал, например, метода конечных элементов перемещения, мы получаем некую систему уравнений, да, вот такую. Если мы решаем задачу перемещения, то есть это вот минимизация, например, функционала энергии. Это результирующая система, ну, на самом деле не только метода конечных элементов, да, многих других методов дискретных, но вот, тем не менее, вот мы здесь сейчас скажем о том, чем обладает, какими свойствами обладает вот эта система, да, результирующая. Система линейных алгебраических параметров, ну, вот она сокращенно пишется так, обычно, как слава, да, сложно. Система линейных алгебраических параметров. Итак, в этой системе линейных алгебраических уравнений, результирующих, К, это матрица жесткости системы, сейчас мы поговорим, какими она свойствами, замечательными методами конечных элементов обладает в перемещении. Значит, как она создается, мы тоже сейчас поговорим, да, откуда она берется вообще, как-то, с помощью она конечных элементов набирается, да. Вот, F, это вектор нагрузок, ну, в данном случае один, их может быть много, да, много вариантов, но мы говорим пока об одном векторе нагрузок, внешних нагрузок и воздействии, да, вот мы, помните, говорили, нагрузки и воздействия, в общем случае это воздействие, по-английски actions, да. И, наконец, в данном уравнении неизвестными являются перемещения, узловые перемещения всех тех конечных элементов, которые мы собрали в ансамбле, да, в ансамбле. То есть, если у нас была какая-то область там, ну, я ее намеренно рисую плоской, она, естественно, объемная, может быть, естественно, она может быть там с какими-то стержневыми, оболоченными, объемными элементами, то, значит, вот эта же область с конечными элементами, я намеренно рисую их там такими разнообразными, они таковыми могут и быть, Ну, а могут и не быть. Вот узлы. Узлы не обязательно, видите, могут быть там, где соединяются элементы. Они могут быть на середине этих ребер или там еще где-то. И вот в этих узлах, во всех этих узлах, или в ряде других еще, мы определяем вот эти наши перемещения. То есть это узлы, в которых у нас соединяются, ну или которыми обладают наши конечные элементы. И в которых мы, собственно, ищем искомые перемещения, находим в данном случае. И относительно которых строится матрица жесткости и вектор нагрузок. То есть матрица жесткости системы представляет собой вот такую сумму, ну очень сложную сумму, это не сумма, да, из всех матриц конечных элементов, да, каждого конечного элемента, да, по всем конечным элементам. Я не буду входить в детали, как это суммирование происходит. Это очень интересное суммирование, в котором используется такое понятие, внимание, тоже еще одно определение, матрица инцидентности. Матрица инцидентности, то есть какие конечные элементы с какими узлами связаны и как надо суммировать эти матрицы, чтобы на выходе получить вот такую замечательную матрицу жесткости системы, да. Как это звучит? Матрица инцидентности. Как правильно? Ну, по крайней мере, 40 лет назад так звучит. Вот, соответственно, и вектор нагрузок общий, да, тоже представляет собой сумму, но только векторов, да, векторов конечных элементов. Ну, и плюс, разумеется, сосредоточенных нагрузок в узлах, да, в узлах могут быть какие-то сосредоточенные нагрузки, не только распределенные по элементам, да, это вот F, L. Ну, и, соответственно, здесь тоже могут быть какие-то жесткости, да, предположим, у нас тут какая-то жесткость появилась тут или тут, да, то есть тоже мы ее добавляем для того, чтобы получить в общий матриц. Вот, собственно, и все. Видите, как все просто идеологически. Дальше начинаются подробности. Какие типы конечных элементов наиболее адекватно описывают такое-то напряженное формирование, другое напряженное формирование, какие гипотезы. Поэтому в нормальных, уважающих себя конечные элементы программных комплексов вы увидите не единицы и даже не десятки типов конечных элементов, а сотни типов конечных элементов. Представляете себе, да? Сотни типов конечных элементов. Они отражают многообразие той специфики, которая обладает напряженное формирование состояния для разных типов элементов конструктивных, да, которыми мы пытаемся замоделировать конечными элементами, да. Ну, например, давайте от слова к делу перейдем, да, уже перейдем к конечным элементам, да, из которых, собственно, все это строится. Ну, как пойдем? Давайте пойдем от общего случая к частным, да. Ну, самый общий случай – это объемное напряженное деформированное состояние, да. В принципе, в принципе, сегодня это так и есть, да. Любую конструкцию, любую, любую, даже ту, которую называют там банковой, стержневой, ну, стержневой, балочной стержневой, мы можем набрать объемными конечными элементами. Ну, эффективно это или нет? Ну, нет, конечно, неэффективно. Ну, можем. То есть, как бы современные возможности и подходы и программные комплексы их реализующие, да, позволяют это сделать. То есть, самый общий случай – это объемные конечные элементы. Ну, это элементы, повторяю, вот какого-то такого свойства, в общем случае криволинейные, в общем случае криволинейные, вот с такими узлами, которые описывают все компоненты напряженно-деформированного состояния. То есть, шесть компонентов деформации в общей сложности, да, три нормальные, да, растяжение и сжатие и три сдвиговые. Вот, и шесть компонент напряжения, то есть, три нормальных, три касательных, да. Ну, соответственно, оттуда мы можем главные находить, там, приведенные, актуалентные, какие хотите, да. Вот. Типы конечных элементов, которыми мы набираем наше объемное какое-то тело или необязательное объемное, ну, это могут быть вот такие шестигранники или гексайды, как такие мятые. Какая мощная, значит, посыл в этом слове. Мятый шестигранник. Что это такое? Мятый шестигранник. Вот он, мятый. Что-то мне захотелось сказать, но не буду. Вот. Или тетраэдры. Ну, это как бы частный случай, это, так сказать, случай вырождения, да, вот этого, может быть. Вот такие тетраэдры. Ну, есть там вырождение вот такого свойства, да, когда здесь треугольник, здесь... Вот такой, да, треугольный призм. Вы спросите, а нельзя ли что-нибудь еще такое покруче? Вот не просто там шести или там четырехгранник, да? Можно, но не нужно. Потому что оказывается, что здесь такое, так сказать, сломоновое решение, да, такое между ссыла и харибли мы прошли, да, между опасностями удачных. То есть, с одной стороны, вот этими элементами, ну, их набором, разумеется, да, соединяемых вот в этих узлах, можно набрать практически любое объемное тело. С любыми там вырезами, выемками, там, пластями, в общем, бублики какие угодно, там, с самопересекающимися, листы, мертвы, если что хотите, да, можно набрать. А стало быть, зачем, да? Нафига козе баяна, если там сложнее, если можно этим элементом. Но при том, что для этих элементов вот такой формы очень хорошо прописана, очень хорошо проработана и доказана сходимость так называемых функций форм. Функции формы – это как раз то, через которых строятся те самые матрицы жесткости, да, элементы, да, ну, через производные эти функции формы, так скажем, да. Поэтому здесь повторять такая золотая серединка, да, золотая серединка, что, с одной стороны, элементы, которыми мы можем набрать любое реальное тело, да, набором которых, ну, и узла, соответственно, искать искомое наше перемещение, строить матрицы жесткости нагрузок и искать перемещение, да. А с другой стороны, для них очень хорошо разработаны и, так сказать, обладают хорошими вычистительными качествами функции форма, так называемые, да. Функция форма – это функция, которая описывает поведение, ну, точнее говоря, перемещение внутри конечного элемента через узловые перемещения конечного элемента. Такие дела, да. Итак, это объемное напряженное или трехмерное напряженное состояние, напряженно-деформированное состояние. Повторяю, как бы не буду уставать, это повторяю, да, сегодня есть даже такие апологеты, мы знаем их, мы даже знаем их по фамилии. Это не за тем, что мы их отстреливаем, просто мы знаем их по фамилии. Есть люди, особенно среди молодежи, ее много такой, неоперившийся, которые говорят, а зачем нам вообще другие типы конечных элементов? Вот мы возьмем все объемными там вообще, любую раму там, любую там стяжневую конструкцию, возьмем объемными элементами, все замоделируем, все получим, вот, и всех стариков прогоним с их там стяжневыми там аналогиями или там приближениями гипотезы, с их там ополочно-плитными, да. Зачем нам это надо? Говорят они. Пока не мы. Тем не менее, давайте все-таки посмотрим на эту сторону вопроса, да, что кроме объемных конечных элементов, да, тем более хочу сказать, что на заре, на заре метода конечных элементов, когда каждый байт был на счет, на счету, да, когда объемы памяти машин были очень незначительные, да, и многое приходилось там на дисковых хранить, переписывать, да, то есть это много времени, да, когда алгоритмы были не столь совершенны, да, то есть много времени тратилось, а мощность вычислительной техники, электронных вычислительных машин, как они назывались, да, была недостаточная. Все старались использовать, ну, как бы, по минимуму конечных элементов, ну, и объемные конечные элементы могли себе позволить такие, ну, сильно продвинутые люди, где-то в Национальном аэрокосмическом агентстве, например, да, где-то там, значит, которые были, так сказать, непростыми, так сказать. Все остальные пытались как-то, вот, так сказать, между ходить, да. Вот теперь посмотрим другой тип элементов, да, это так называемые оболочные конечные элементы. Ну, я опять же рисую из того многообразия, которое есть, рисую там, ну, какой-то общий вид. Ну, в смысле, самый общий вид – это вот криволинейные оболочные элементы переменной толщины. Естественно, есть там масса других элементов, масса других элементов, да, есть. Вот обращаю ваше внимание, что узлы в этих элементах находятся на серединной поверхности, да, этих оболочек, да. Не на верхний, не нижний, там, как это было бы в объемном. Почему? Да потому что в этих элементах принимается некий гипотез, упрощающий, да. Упрощающий, но исторический, уже на протяжении многих десятилетий позволяющий, да, с достаточной точностью решать задачи вот для таких оболочно-плитных, да, пластинчатых систем. Это гипотезы, исторически давно, так сказать, были выдвинуты, гипотезы типа Киргофа-Лява, например, для тонких оболочек, да, которые говорят, что для определенных конструкций, да, определенных, ну, называемых, оболочек, которые называются оболочки, да, у которых два размера, это размеры в плане, существенно больше третьего размера, да, ну, или третий размер, который называется толщина, существенно меньше, там, двух других. Вот эта толщина, да, вот эта толщина. Так вот, для такого рода систем, для такого рода конструкции, повторяю, это еще далеко до конечного элемента, ну, эра все было, вот, для таких конструкций можно принять некие гипотезы, и они, эти гипотезы, будучи приняты, и реализованы, значит, в уравнении состояния, позволят снизить размерные задачи, что всегда очень ценилось, особенно в аналитических методах, как вы понимаете, да. Снизить задачу, то есть, как бы, из трехмерной сделать ее квазидумерной. Ну, как бы, толщина у нас уже будет идти как параметр просто, да, а все, что мы будем искать, мы будем искать на середине поверхности, да. Потом по результатам по середине поверхности мы можем восстановить, так сказать, и по толщине тоже, да, восстановить. Потому что по толщине принята гипотеза, да, ну, в частности, гипотеза Кирлова-Ляма, гласит, что вот для такого рода оболочек, ну, или пластин, в деформированном состоянии, ну, после того, как оболочка деформировалась, да, нормаль, нормаль серединной поверхности, вот, предположим, это нормаль, да, после деформирования этой серединной поверхности остается, а, прямолинейной, то есть прямая нормаль остается прямой, более того, остается нормальной к деформированной серединной поверхности. Это, во-первых, это гипотеза, да, предположение, но для тонкостенных оболочек и пластин она работает практически как часы, да, это установлено, это установленный клинический или феноменологический, точнее говоря, факт, да. И вот если мы этот факт реализуем в нашей гипотезе, ну, или в конечных элементах, да, мы, по сути дела, получаем, получаем размерность, как бы, на единицу меньше, да, то есть у нас уже необъемное тело, да, которое мы должны по толщине разбивать на конечные элементы, мы можем один элемент по толщине взять, вот этот, да, введя эту гипотезу, или другую гипотезу, какую мы сейчас скажем, да, или другую гипотезу. Что тут еще интересно сказать или показать? Ну, есть, конечно, некоторое развитие вот этих элементов, да, есть там многослойные элементы, то есть элементы, которые оболочены, да, которые имеют по толщине разные слои, ну, многослойная оболочка. Но, опять же, их можно свести, как бы, от трехмерной задачи с помощью определенных гипотез, вот таким задачам, где на единицу уменьшена размерность. Но платой, платой за это, платой везде, и за все надо платить. Запомните это, ребята, да? Я не говорю о коррупционной составляющей, вы понимаете, да? То есть я говорю о науке и технике. За все надо платить. Ты вел гипотезу, вроде ты молодец, ты вроде все там сэкономил, но бах, где-то какая-то дрянь вылезает. А может и не дрянь, а может там и вполне нормально. Что вылезает здесь? Если в объемных элементах, ну, и в элементах теории упругости, так скажем, да, объемных трехмерных элементов, у нас в узлах были, как бы, исконные, да, исконные перемещения неизвестными, да, то есть У1, У2, У3, ну, или УВВ, то есть три линейных перемещения. То есть здесь за счет введения этих гипотез, помимо У, В и УВВ, ну, в данном случае я говорю о трех, предположим, в общей системе линейных компонентах перемещения, да, появляется еще три угла поворота в общей сложности, да? То есть в каждом узле, в каждом узле у нас уже не только линейные перемещения в качестве неизвестных, но и угловые перемещения. Угловые перемещения важны, потому что они отвечают за моментную составляющую, да, то есть мы же хотим понять, как там по толщине все происходит. Вот как раз угловая моментная составляющая как раз нам это и дает. Чуть позже, а может даже не в этих лекциях, да, а для тех, кто захочет в этом забраться, нет конечных элементов из вас поглубже, если уже не разбиралась, да, мы поговорим о том, что какова плата это с точки зрения обусловленности матрицы жесткости, да, потому что когда у нас все компоненты перемещения как в объемных задачах, ну как бы однородные, это все линейные перемещения, да, ну они примерно как бы одного поля ягодок, то здесь у нас появляются две разнородные группы. Тут перемещения линейные, да, ну там размерность метры, миллиметры какие-то, а тут углы радиана, они вообще там из другой оперы, да. Как это все, хорошо ли, плохо это работает с точки зрения обусловленности, то есть решабельности вот тех самых систем линейных ангибридических управлений, которые могут достигать порядков там миллионов, десятков миллионов, да, не появляется ли контрастность, не влечет ли это ухудшение обусловленности системы линейных ангибридических управлений. Я не даром задаю эти вопросы, они не линейные ангибридические, да? Да, конечно, это ухудшает. Вопрос на сколько и как с этим бороться. Потому что бороться, в хорошем смысле этого слова, можно и нужно совсем. Ну и сегодня я, по-видимому, закончу тем, что покажу последний класс. Последний не в смысле, что самый, ну из последних, самый плохой, да. А тот класс элементов, который также использует гипотезы. Да, я тут, кстати, говорил о гипотезах Киргофа-Лява, и не сказал о более продвинутых гипотезах для оболочек средней толщины, да. Это гипотезы, ну в разной литературе они по-разному называются. Либо типа Тимошенко, да, Сергей Прокофьевич. Это вот наш известный механик, классик, да, который последние годы жизни прожил в Соединенных Штатах Америки, да. Он из России уехал. Вот, а мой дед слушал его лекции в высших операторском училище, которое сейчас вауминка, да. Вот, значит, в современной интерпретации, ну и в современных программных комплексах класса вот Энси, Сабатус, эти гипотезы называются гипотезой Миндена-Рейснера. Ну это тоже очень известные механики, да, ученые механики. И, значит, гипотеза там, как бы она тоже, это следующий шаг на пути уточнения гипотез для оболочек, но для средней толщины. То есть всего лишь утверждается следующее, но это влечет за собой, конечно, изменение типа конечных элементов. Утверждается следующее, что нормаль, нормаль, которая была, собственно, нормалью к недеформированной срединной поверхности оболочки, да, после деформирования она остается прямолинейной, то есть она не теряет свою прямолинейность, это нормально, но может наклоняться по отношению к срединной, деформированной срединной поверхности. То есть мы вводим тем самым рассмотрение деформации сдвига, сдвиговые деформации оболочек, чего нет у Кевгофлялы, там нет сдвиговой деформации, да, там только растяжение, сжатие и изгиб, а тут еще сдвиг. И вот для большого класса оболочек средней и даже отчасти большой толщины, ну, что это такое, тема отдельная, вот, эти гипотезы позволяют существенно расширить область применения, адекватного применения вот этих конечных элементов оболочечных, да, то есть опять же снизить размерность из объемной задачи к задаче оболочечной с шестью степенями свободы перемещения в узле, да, то есть три перемещения, три угла по обороту. Итак, последняя, значительная часть, значительный класс типов элементов, мы, конечно, и там десятой доли всех не укажем, но я говорю про типы, это стержневые конечные элементы, да, ну, вот, например, какие-нибудь там балки, вот, неважно, какое там, вот, оврового сечения, да, вот. Вот, говорю, современная молодежь, она норовит это задать объемными элементами, да, но мы понимаем, что если этих балок, там, миллион или, там, сотни тысяч в системе, представляете, сколько там надо разбить на конечные элементы, да, чтобы получить задачу. В то же время, опять же, там, столетие тому назад, самая такая первая гипотеза, которая была выдвинута для балок, да, ну, так сказать, достаточно таких длинных балок, да, не коротких балок, с отношением пролета в высоте, там, один к десяти и меньше, там, один к двадцати и меньше, это гипотеза Бернули. По сути, гипотеза Бернули – это аналог гипотезы Киргоф-Лява для балочек, да, то есть то же самое практически, да, что нормаль, там, значит, да, нормаль, срединные, уже не поверхности, а срединные линии, да, срединные линии после деформирования таковой и остается, да. Соответственно, если мы смотрим аналог Миндена-Рейснера для средних, ну, как бы, коротких, да, или средних по длине балок, то здесь мы учитываем сдвиг, да, здесь у нас нормаль после деформирования остается прямолинейный, но не, так сказать, нормальный к деформированной срединной линии, да. Это гипотеза Тимошенко, да, прямолинейный. Соответственно, и типы конечных элементов, которые… Так вот, с помощью таких элементов, да, вот, более того, элементы, в которых, конечные элементы, в которых функция формы в точности может описывать аналитическое решение для балок, что очень ценно, да, то есть мы можем одним элементом между двумя, там, скажем, опорами, да, дать точное решение в статике, сразу хочу, в статике, пока мы только о статике говорим. Вот с помощью таких элементов понятно, что затраты сокращаются на порядке по сравнению с объемными элементами, да, в данном случае. Понятно, что здесь тоже 6 степеней свободы, 3 линейных, 3 угла поворота, опять же аналогия, да, с оболоченными элементами, так. И мы можем огромные стяжневые системы, ну, какие-то там покрытия с фермами, с прогонами, с поясами, раскосами, там, колоннами, в общем, такие огромные стяжневые системы, по сути, да, моделировать весьма-весьма скромных таких вычислительных затратов, ну, там, десятками, ну, в крайнем случае, сотнями тысяч узлов, ну, соответственно, где-то под миллион с небольшим или там около миллиона неизвестных, да, если на 6 умножить. Если мы делали это объемными элементами, вот чем грешат современные, то есть, молодые экстремисты, вычислители, вот, это были бы сотни миллионов неизвестных, да. Ну, да, сегодня можно себе это позволить, на самом деле. Есть ли в этом смысл вопрос? Подумаем. Означает ли это, что вот это единственный базочный элемент, вот такой там, ну, или там два типа, да, гипотеза вернули, нормально, построится нормалью, да, прямой нормалью после 2, и гипотеза Тимошенко, да, на поварнии. Вот на базе вот этих стяжневых приближений строится там целая серия конечных элементов стяжневых, ну, в частности, туда могут относиться так называемые односторонние связи, или линки, да, или ванты, да, которые работают только на растяжение, да, и как бы не работают на жаре. Есть такие типы элементов в нашей конструкции, да, сплошь и рядом вантовые конструкции, да, покрытия, мосты вантовые, да, пожалуйста, да, сплошь и рядом, что называется, да. На этой базе могут строиться более уточненные модели стяжневые, ну, например, тонкостенные стяжневые конструкции по гипотезе Власова с депланацией и сечения. Это тот случай, когда старые-старые аналитические разработки старых-старых научных школ механики, где, кстати, Россия была, так сказать, ну, как Советский Союз, да, был первен, первенствовал, да, недавно называется, Стежни Власова, да, вот, тоже есть такие типы конечных элементов. Тут уже у нас не шесть получается степеней свободы, а седьмая появляется, которая отвечает за эту депланацию, да, например. То есть тут тоже, как бы, ну, в хорошем смысле голь, конечный элементный голь на выдумку хитра была и осталась, да, и много типов таких конечных элементов предложили. Вы можете задать вопрос перед окончанием нашей лекции. А совместимы ли все типы этих конечных элементов, то есть стержневые разных видов, оболочные, плитно-оболочные, объемные, ну, еще там какие-то есть, да, в одной расчетной модели? Происходит ли это практически автоматически, без участия вашего, как расчетчика? Это очень правильный вопрос и очень неправильный, опасный ответ, что типа да, это происходит автоматически. Нет. Во многих случаях, мы об этом поговорим в следующий раз, да, если вы не задумываетесь о том, как эти элементы соединяются друг с другом вот в этих узлах, для вот такой комбинированной системы, состоящей из объемных, пластинчно-оболочных, стержневых элементов, а нужда на этом происходит, да, потому что вот наши конструкции сейчас, мы хотим их замоделировать как единые целые, они могут состоять из объемных, трехмерных каких-то, оболочных и стержневых фрагментов, да, конечных элементов. Так вот, если вы об этом не задумаетесь, а даете это на откуп, ну, предположим, вы так думаете, да, что вы даете на откуп этой программе, программа сделает это так, как она считает нужным, и в большом количестве случаев сделает неправильно. То есть не так, как вы хотели бы, не так, как это отвечает реальной постановке, да, задачи, и стало бы, вы получите неправильный ответ, иногда парадоксальный ответ. Подумайте об этом. А мы сегодня заканчиваем. И я хотел бы, даже не возвращаясь к этой таблице с программными комплексами, это мы на следующем занятии, да, вот, хотел бы обратить ваше внимание, что мы пока поговорили только о конечной элементной основе и о статических задачах, даже не о задачах, а как бы о постановке этих задач в методе конечных элементов, да. Сразу хочу сказать, что если вы сравните это с лекцией, которую читалось 6 лет назад, вот, эту часть, которую я вам сегодня рассказывал, я рассказывал раз 10 быстрее, ну, естественно, опуская некоторые подробности, о которых я считал необходимо вам сегодня сказать, в том числе, потому что за эти 6 лет я видел очень много примеров, когда начинающие, не только начинающие расчетчики, не придавая значения вот этим, ну, как бы, соображениям, о которых я сейчас сказал, да, просто допускают откровенные ошибки, да. Вот, я бы хотел вас от них предупредить. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы ко мне? Сколько из вас после этой лекции пойдет по пути метода конечных элементов? Все, все, все. Просто спасу не будет от количественных элеменщиков. Вот, моя задача отчасти выполнена, да. Всего доброго. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.